Вышло эпичное обновление фотошопа в версии бета, в которой добавили огромное количество интереснейших новых функций с нейросетевой магией. Какие функции добавились, как это можно применять и будет ли это круто или это просто очередной хайп. Сейчас узнаем, не терпится показать вам, чего такого новенького и прикольного научился делать фотошоп. Поэтому давайте не будем тянуть, поехали смотреть. В этом видео мы посмотрим с вами на встроенный Meijoni на базе Firefly 3 в самом фотошопе, с огромным количеством стилей настроек, которые никому и не снились. Сравним это качество с предыдущей версией фотошопа 2024 года. Посмотрим, что же стало с заменой фона, как изменилось качество генерации, какие добавились новые офигительные функции, меняющие абсолютно все. Новинку генерации по примеру и что это значит для реального применения. А также посмотрим новые функции, которые радикально упростят жизнь ретушером. Те, кто смотрит за моим каналом достаточно давно, знают мою любовь к фотошопу. Даже сейчас, не занимаясь особо графикой, я лезу в этот инструмент практически каждый день. Недавно я снимал ролик про Dali 3 и задал вопрос, что неужели Dali 3 может заменить фотошоп. Естественно, все вы написали, что до фотошопа далеко, так же как любому видеогенератору до 40. Но теперь эта пропасть стала еще больше. Давайте сразу договоримся, что фотошоп со всеми нейронками доступен только платный. Все, кто любит бесплатности и работать за еду, кстати напишите мне, не, ладно, не пишите, и прочие Джеки Воробьи не смогут получить доступ. Единственное, что данные функции пока что работают в бете. А как я показывал, когда-то давно, когда первая бета только вышла, реальный доступ получить к ней можно. Если сделаете новый аккаунт, все легально чистенько через Adobe Cloud, установите себе и опробуйте. Неделька у вас на это будет. Кому нужно это оплатить? Гайды тоже же есть у меня в Telegram канале. Обязательно переходите и смотрите, чтобы не оплачивать через посредников. Если же Creative Cloud у вас уже есть, у меня на Mac это вот такая кнопочка Creative Cloud, переходите сюда, приложение, бета-приложение, и здесь у вас будет Photoshop Beta. Для меня даже доступно обновление. То есть версия этого фотошопа 25.9. Именно его функции мы будем сегодня рассматривать. Новое поколение ИИ уже здесь обнадеживает и интригует. Сразу первая и очень важная новинка фотошопа, это вот эта кнопочка, которая светится создать изображение. Раньше такой и не было. Нажимая на нее, мы попадаем в вот такое окно, где мы можем сгенерировать изображение. По сути, тексту имидж-генерация, как на сайте Firefly была до этого. Только ходить теперь никуда не нужно. Картинки тут представлены очень вкусные, в стиле Photoshop, ярко насыщенно, контрастно. Тыкнув на каждую из них, мы можем получить их промп. Причем все происходит сейчас на русском, как вы видите. Помимо самого промпта, у нас есть два типа контента. То есть это создание либо иллюстрации, либо фотогенерации. То есть реалистичной. Даже фотореалистичной. А также мы можем приложить эталонное изображение об этом позже. И наложить эффекты. А вот эффектов тут целая масса. Гиперреализм. Можно выбрать уголь, мех, аниме, 3D. И все это можно совмещать, ставив галки подряд. И получать какой-то абсолютно уникальный интересный результат. Остается только нажать кнопочку генерации и дождаться результата. И результат-то мы получаем очень интересный, в размере трех штук. Что очень удобно, рядом с выбором генерации у нас есть кнопочка, где мы можем также продолжить тыкать другие настройки для того, чтобы получать еще более интересные вариации. И так можно продолжать и продолжать генерировать. Сколько конкретно сейчас генерации дается за раз в сутки в месяц, я точно не подскажу. Пока ничего не предвещает дополнительных оплат, но возможно в какой-то момент выскочит о том, что сегодняшний лимит у вас израсходован. По крайней мере ранее Adobe говорили про то, что ограничения в функции Firefly точно будут присутствовать. Самое шикарное, что у нас возникает слой, все это находится прямо в фотошопе. То есть мы можем, как всегда, взять и что-либо перегенерировать. А для всех тех, кто знает, что за нейросетями будущее и хочет использовать их для своего развития, увеличения в доходе и просто уменьшения рутины в окружении таких же энтузиастов искусственного интеллекта и мира будущего, обязательно посмотрите про мой закрытый клуб Нейроренессанс. Это сразу несколько курсов в одном месте, общий чат свыше 130 участников, где всегда можно попросить помощи или просто с кем-то зазнакомиться. Живые онлайн-встречи каждую неделю, вопрос-ответы, новостные рубрики и многое-многое другое. Цена совсем скоро поднимается, уже неприлично оставлять ее такой при текущей ценности, так что успевайте залетать прямо сейчас. Ссылочка, как всегда, в закрепленном комментарии. Для частоты эксперимента давайте вернемся в фотошоп 24-го года, создадим точно такой же плотно с таким же разрешением. Здесь, как вы видите, кнопки генерации нет. Для этого необходимо выбрать прямоугольное выделение, выделить весь фон и здесь уже использовать генеративную заливку. Используем тот же самый промт и нажимаем кнопку генерировать, посмотрим, что у нас получится. А в итоге получается у нас нечто вот такое. Разница, как говорится, на лицо, а иногда и на лишние лапы. Если же мы хотим создать еще одно изображение, идем в редактирование, создать изображение. Нам открывается наше окно создания и здесь давайте попробуем сгенерировать какое-нибудь фото. Варианты достаточно фотореалистичны, ничего не скажешь. Конечно, фотошоп 2024 показывает генерации совершенно не того качества, как бы нам хотелось. И то, что появляются две девушки, означает то, что у него ограничения в пикселях было гораздо больше. Когда мы выходим за него и делаем картинку, например, в два разрешения стандартных, то есть больше 512 на 512 или 1024 на 1024, мы получаем сразу два персонажа. Да и качество этих персонажей говорит само за себя. Тут все как мы любим, глаза, пальцы. Думаю, тут достаточно наглядно, что Firefly 3 на голову выше предыдущей генеративной модели, которую мы видели в фотошопе и ей-то радовались до безумия. А теперь-то даже и сказать нечего. Это просто офигенно. Нейросети делают все более реалистичный и качественный результат. И страшно подумать, каким будет, например, Firefly 4. Ну, я реально удивлюсь, если он, по крайней мере, будет убираться у меня дома. А до тех пор смотрим остальные функции фотошопа, которые не менее потрясающие. Бродя по настройкам фотошопа, я нашел одну очень интересную штуку, которую никто вам нигде не покажет. И это функция, которая автоматически скрещивает фотошоп с топазом, если он установлен у вас на компьютере. Так, нажимая на фильтры, здесь есть топаз лапс. И мы, находясь на том слое, который хотим отапскейлить, то есть увеличить его в качестве, просто нажимаем на эту кнопочку, кнопочку, он автоматически переходит сюда и апскейлит наше изображение. Про все виды апскейлеров, и в том числе этот, я рассказывал вот в этом ролике. Он сам находит лица, находит что на картинке, можно нажать на кнопочку для улучшения, а далее нажать вот эту заветную кнопку Save to Adobe Photoshop, и он просто накладывает данный фильтр, как смарт-фильтр. Круто ли это? Да это балдеть, как здорово. А главное, что я ничего не настраивал для этого, они сами друг с другом нашлись. Вот оно будущее, где и агенты общаются между собой. Когда мы хотим применить любое эталонное изображение, то есть референс, нам выскочит вот такая история о том, что вы должны обладать правами на данное изображение. Для того, чтобы все было чистенько, и потом данную генерацию вы могли использовать с необходимой лицензией. При генеративной заливке мы с вами видели возможность подгрузки примера. В данном случае, если я хочу заменить платье на этой девушке, я хочу сделать определенную текстуру, я могу сделать следующее. Выделить платье, только сделать это так, чтобы было достаточно широко, и платье действительно все выделялось. Нажимаем кнопочку генеративной заливки, и здесь есть вот такое эталонное изображение. Ну, то есть, по сути, референс имидж. И нам показано, как заменяется рюкзачок. Данный рюкзачок не будет идентичным, так что для карточек товаров вы не сможете использовать, просто подгрузив свое изображение и потом его штампуя. Он будет снимать скорее стиль и просто перспективы расположения, какие-то элементы. Так я, например, подгружу сюда текстуру к джели, абсолютно плоскую, и добавлю промп, что я хочу видеть платье с синей текстурой. В результате чего мы получаем несколько вариантов как раз такого же плоского, по сути, платья, но с нашей текстурой к джели. Давайте попробуем заменить этот пакет на сумку Louis Vuitton, посмотрим, что у нас получится. В результате мы получаем вот такие генерации. Сумка действительно похожа на то, что мы загрузили, но, как видите, она похожа только в определенных чертах. Настоящая, естественно, текстура находится под цензурой. Но если нам нравится какая-либо из генераций, например, вот эта, что мы можем теперь с ней сделать? Во-первых, мы можем нажать на вот такую потрясающую кнопочку, которая увеличит разрешение данной версии, а точнее просто добавит к ней деталей. Давайте нажмем. И мы видим, насколько меняются дополнительно текстурки, появляются какие-то блики, убирается блюр, и так можно сделать с абсолютно каждой генерацией. Но помимо этого, если сумка эта нас из трех вариантов, больше всего радует, но это не совсем то, у нас есть еще возможность и сделать похожие варианты на этот. Некая функция как Very в Midjohn. Раньше такого не было. И тут Firefly меня, конечно, удивил своими какими-то леопардово-жирафовыми сумками, но они выглядят очень круто и уже даже более реалистично, чем предыдущий вариант. И в этих же вариантах мы точно так же можем улучшать количество деталей. Они прямо становятся более текстурированными. Веселная детализация будет зависеть еще и от качества вашей картинки, насколько она большая, потому что, напоминаю, генерация все равно ограничена определенным лимитом пикселей. В данном случае Firefly расширился аж до целых 2048 пикселей на сторону, что двое больше, чем предыдущий формат, который был в Photoshop. И это тоже одно из очень сильных увеличений и улучшений в данном Photoshop. Да, вот так наш пакет превратился в достаточно модную сумочку. Подобные функции увеличения качества и создания вариаций дают просто безграничные возможности в создании разнообразия наших генераций и простоту их управления, чего, безусловно, очень не хватало в предыдущем Photoshop. Одна из самых частых функций, которые используют Photoshop, и я делал даже уроки давным-давно про эту тему, это как заменить фон. Даже сделал это с помощью Stable Diffusion. Но Photoshop прекрасно знает наши потребности, и теперь для этого есть даже специальная кнопка. Возьмем фото вот такого молодого человека, Sunsplash, и у нас есть функция удаления фона. А теперь сам Photoshop подсказывает нам изменить фон. Кстати, делает это он на товаре, как в том самом ролике, который я вам показывал вот здесь по карточкам товаров. Это мы тоже сейчас попробуем. У нас есть целых даже две функции, создать фон и импортировать фон. То есть мы можем загрузить картинку, которая должна стать фоном. Давайте попробуем его сгенерировать. Портретные изображения будут выглядеть более естественно в любом окружении, благодаря созданию новых фонов. Photoshop почему-то проигнорировал мой промпт. Надо его переписать. Но посмотрите, насколько реалистично человек вписан к данной стене. Вот эта тень. То, что я пробовал делать такое много раз, и, конечно, вот такая бы функция мне раньше пригодилась. Но мы всегда можем написать новый промпт и нажать генерировать еще. Не нашли, что искали? Повторите генерацию, чтобы получить новые варианты. Писание в промпт английского языка стало давать результаты поинтереснее. Возьмем вот такое изображение девушки. Здесь много интересного неона. Почему бы не сделать ей фон в стиле киберпанк? Получаем вот такие интересные неоновые действительно варианты. А если мы нажмем кнопочку импортировать, закрутим вот такую картинку, то просто получается таким образом представляем другой фон. Никакой генеративной магии. Посмотрите, какие интересные варианты создал нам искусственный интеллект при расширении. И все даже весьма прилично. Так было до, так стало после. Качество по краям мы видим не очень хорошее. Для этого мы нажимаем увеличение качества. А теперь у нас есть потрясающая функция для ретушеров, которая раньше была недоступна. А именно корректирующая кисть, которая теперь получила даже коррекцию кривыми. Вот так удобно. Теперь можно очень быстро делать любые коррекции. При этом можно добавить новую коррекцию. Конечно же, управление кривыми в этом отношении просто незаменимо. А далее всю эту красоту можно объединить в одну картинку, сделать смарт-объектом и тут же отопскелить. Вот такие удивительные функции, генеративные, нейросетевые, добавили Adobe в новый Photoshop. Пока что бета, но скоро это будет Photoshop 2025 версии. Генерация картинок прямо здесь. С большим количеством стилей, вариаций, подгрузкой, примеров и очень крутым реализмом. Возможность заменять фон буквально по одному клику, увеличивать качество каждой из этих генераций или делать похожие на них. Это действительно очень крутой скачок вперед на ступенечку, который скажется на вашем каждодневном опыте применения данного сервиса. Напишите в комментариях ваше мнение, стоит того или нет, какая из этих функций кажется вам наиболее прикольной, а что бы хотелось добавить еще. Напоминаю, для тех, кто хочет теперь оплатить, вы можете посмотреть гайды в телеграм-канале. Всех развивающихся жду в клубе. Если вам понравилось данное видео, обязательно поставьте ему лайк и подпишитесь на канал. Здесь больше про нейросети. В шортах рассказываю про новинки практически каждый день. И поэтому встречу с вами совсем скоро. Мир нейросетей не спит. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok